36 троллейбусов и 9 трамваев белорусского производства – уже давно часть подвижного состава ТТУ. Как отмечает директор предприятия, техника зарекомендовала себя как надежная и комфортная. Как обслуживаются эти машины на предприятии, оценил посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой. Также во время визита в ТТУ обсудили планы на дальнейшее сотрудничество. Сейчас уже заключили контракт на поставку до 1 июля 2023 года 12 новых низкопольных трамваев. Они будут находиться на гарантии. Согласно условиям контракта, она составляет 3 года. В Самарском предприятии убеждены, что это начало долгосрочной, масштабной, совместной работы по модернизации подвижного состава. А в этом предприятие очень нуждается, ведь основной массив трамваев – это десятилетиями работающие на линии вагоны Татра. Кроме того, важно, чтобы в дальнейшем, при необходимости, можно было обеспечить и бесперебойную, и быструю поставку запчастей. Комплектующие узлы и агрегаты белорусских производителей не станут дефицитом. Любое обновление подвижного состава для трамвайно-троллейбусного управления плюс, с учетом того, что у нас уже есть опыт эксплуатации, их техники зарекомендовала на себя хорошо, я считаю, что это достаточно оптимальное соотношение цены и качества. Посол Республики Беларусь посетил и музей ТТУ, где познакомился с историей самарского городского электротранспорта. Затем гости прокатились на электробусе также белорусского производства. Ранее его уже тестировали на маршруте до южного города, и теперь аппарат закуплен для постоянной работы. В скором времени будет решен вопрос по размещению и обслуживанию станций подзарядки. В наличии две таких, поэтому возможности для расширения парка электробусной техники в перспективе. В планах приобретения еще четырех единиц подобной техники, чтобы выполнять рейсы по тем маршрутам, где нет другого вида электрического транспорта. Удобство управления электробусом сегодня оценил первый вице-мар Самары Владимир Василенко. Данная ситуация сегодня есть на уровне Российской Федерации, вкладываем денег в инфраструктуру, поэтому сейчас мы нарабатываем все эти предложения и по трамваям нарабатываем, и по электробусам в данной ситуации. Ну, первенствие точно, что, на мой взгляд, это будет, естественно, трамвай. В планах ремонт трамвайных путей ожидает в Самаре и полсотни новых автобусов. Посол Беларуси также посетил в Самаре выставку автомобильной техники, произведенной по программе «Совместный продукт». Машины производят российскими предприятиями на базе шасси МАЗ. На выставке посол предметно обсудил с представителями дилеров МАЗ вопросы расширения кооперационного сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам расширения объема поставок в 2023 году с шасси МАЗ на сборочные производства регионов России. Кроме того, Дмитрий Крутой выступил на пленарном заседании по вопросам импортозамещения и совместной антисанкционной работе. В нем также приняли участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников и глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Ключевой темой мероприятия стало развитие импортозамещения в автомобилестроении с учетом реализации единой промышленной политики. Конечно, для Республики Беларусь Самарская область приоритетная. Визит губернатора прошлогодний дал очень серьезный толчок. Появился ряд новых направлений. Мы вчера уже сверяли в определенном смысле часы. В ноябре мы готовим визит нашего премьер-министра. Сюда к вам уже начали формировать повестку. Также посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой в сопровождении главы Самары Елены Лапушкиной посетил мемориальный горельеф «Скорбящие матери Родине» и возложил цветы к вечному огню. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.